Всем привет, с вами Кардив, мы продолжаем прохождение Pass of Exile. В прошлом ролике мы убили владыку и прошли первый лабиринт. А сейчас мы продолжим прохождение четвертого акта. Зайдя в македы, мы получаем квест Вечный Кошмар. И нам игра сообщает о том, что нужно поговорить с Диалой для продолжения. На миникарте отображается желтый восклицательный квестовый знак. На проходе в шахты мы видим, что висит здесь печать декрет, дешрет, декрет. Мы не можем пройти внутрь. Соответственно, что-то нам мешает и нужно подняться наверх и поговорить с Диалой, который находится здесь. Она нам объяснит. Нитаракан, пора забраться внутро этого кошмара. Пролезть по его кишкам и выгрызнилое сердце. Нам поможет Аюн. Иди, обнюхайся с матриархом ракетов. Немедли узнай все, что тебе надо знать. Под горой лежит грязная жирная темнота. Насочится нетерпением и ждет тебя. Говорим с Аюн. Неважно, кто привел тебя в Македы. Твой это бог или наши боги? Ты все равно здесь. Твоя вера в провидение слепа, а слепой не заблудится в темноте. Значит, ты найдешь и убьешь зверя внутри горы. Так сказала мне госпожа Диалла. Жрец, она так в тебя верит. Но вот вопрос. Могут ли мы ракеты разделить ее веру? Сихема Дишред запечатала шахты и заперла кошмар в черном логове. Не стоило сажать зверя в клетку, его надо было бы убить. Но яростный Дишред не хватило на это духа. И теперь, после двух столетий, когда мы присматривали за дырой в земле, эта Ахара не достает силы. Но ты не Дишред, ты не из нашего народа и сделаешь то, что не удалось нам. Знамя Дишред разрушит печать и откроет шахты. Оно было потеряно, когда Сихема убил хрупкий император Вол. Отыщи лестницу к юго-западу отсюда и спустись к высохшему озеру. Ты легко найдешь хрупкого императора, унюхаешь раньше, чем увидишь. Верни знамя Дишред домой и отправляйся в темноту, когда этого пожелаешь. Так нам выдают квест на посещение высохшего озера. Там мы должны найти Вола и отыскать знамя Дишред. Проход высохшего озера находится напрямую из локации Македы. Вот здесь. Выходим внутрь. Точнее снаружи выходим. Выходим наружу, да. И нам нужно перепризвать зомби. Для этого нужны трупы. Вызываем. Восполняем ману. И активируем ауру спешка. Теперь наши приспешники получают увеличение урона. Вызываем священную реликвию. И теперь нас уже, я думаю, не остановить. В прошлый раз мы усилили зомби камнями поддержки скорость урона жизни приспешников. Это означает, что они будут наносить намного больше урона. Нам выпали перчатки с четырьмя сокетами. Подбираем сферу хаоса. Озеро представляет собой довольно приятную локацию в плане прохождения. Она одноуровневая, не запутанная. Здесь много открытого пространства. И самое главное, здесь много мобов, монстров, которых вы можете фармить. Когда-то раньше эта локация была одна из самых популярных в игре в принципе. Потому что здесь были высокоуровневые противники. За счет которых можно было получать больше валюты, уровней, экипировки и так далее. То есть целенаправленно игроки фармили высохшее озеро. И получали с этого вознаграждение. Сейчас же это уже низкоуровневая локация. Поэтому слишком большой выгоды вы не получите с нее. Но тем не менее, проходить ее так же приятно, как и раньше. Получили уровень. Чуть позже прокачаем. Самое главное здесь нам теперь отыскать вола и знамя дешвет. Здесь мы встречаемся с новыми типами противников. Это вот эти небольшие быстродвигающиеся пауки. Это вот эти высохшие противники, лучники. Так и босс, ночная слабость. Босс этой локации. Это телепортирующийся лучник, который оставляет копии. То есть он также пользуется стрелой-телепортом. Мы его убили раньше, чем он смог что-то сделать. Попадаются птицы, которых мы раньше встречали уже в Акведуке. Не представляют особой угрозы. Так, и так же здесь встречается еще один тип противников. Ну, а мне что-то плохо попадаются. Это такие большие-большие толстые мобы. Так, ну ладно, чуть дальше мы их встретим. Если вы увидели книгу здесь на миникарте, это означает, что вы нашли как раз-таки вола. Вот он сам, император чистоты. Ну, наши зомби просто не дают ему никакого шанса. Убив его, мы получаем знамя дешред, квестовый предмет, который нам необходимо отнести обратно в Македы. Так же здесь находится исповедь вола. Я обещал беречь эту империю, не смыкая глаз. Я лгал своим людям, лгал себе. Ослепнув от жажды очищения, я доверился самому скверному из людей. Он Малаха имеет в виду. Я видел, как умирает мой легион. Как плоть людей сползает с искалеченных костей. Мои воины пали и вновь поднялись. Смертный удел сменился вечным проклятием. Я чувствую, как она подбирается ко мне. Как жжет изнутри. Порча. Империя чистоты, я подвел тебя. Я не прошу прощения, но умоляю, переживи меня. Вол. Ну и возвращаемся обратно. А в город. Периодически наш персонаж при атаке выстреливает кинжалами зелеными. Это как раз-таки зачарование лабиринта, которое мы получили в прошлый раз. Слово клинков. Эту же версию вы можете получить чуть позже. Так, шлем, кстати, можно взять. То есть бафы, их можно получить более мощные версии в более высокоуровних лабиринтах. То есть там вы можете приказ клинков получить, эгиду клинков и еще как-то называется. Я сейчас не помню этот баф. Вот, возвратились мы в македы. Подбегаем к проходу к шахте и деактивируем печать дешред. После этого открывается проход в шахты уровень 1. И мы можем сдать квест. Подбегаем к госпоже Диале. Очищение наша надежда, наше отчаянное желание. Оно сварит из кошмара уху, приготовит большую и вкусную рыбу в ее собственном соку. Не таракан, слушай во все уши. Очищение было самым чудесным творением Малахая. Лишь оно было столь горячо, что могло выжить звери из бытия. Выжечь. Что его питало? Царица каменитов, чья плоти кровь слились самоцветами. Но я подумала только о себе и не хотела сгореть. И вместо пламени машина исторгла искру. И вы назвали ее катаклизмом. Малахая, любовь моя, прости меня. Беги не таракан, найди машину очищения и утоли мою печаль. И поговорим с Аюн. Врата открыты, тьма зовет. Доброй тебе охоты, разрушитель чар. Мы получаем квестовые предметы. Здесь мы в награду можем выбрать одного из элементалей. Элементали делятся по стихиям. Голем молнии, голем камня, голем огня, льда и хаоса. Но они дают совершенно разные бафы. Соответственно, также здесь дается камень клич бездны. Довольно специфическое умение, которое используется лишь в нескольких билдах. Но тем не менее. Голема какого-то можно иметь всегда. Это полезно для любого билда. Не только для того, который основан на уроне приспешников. Для нас это тоже полезно. Потому что у нас много бафов для приспешников. И големы будут наносить много урона. Осталось выбрать, какой из них нам нужен. Зеленый голем, он дает повышение критического урона и точности. Мы на крите наш билд не основываем. Поэтому можно проигнорировать. Красный голем самый нейтральный. Он просто дает увеличение урона. То есть просто там сколько-то увеличения урона. Ничего более. Каменный голем дает регенерацию здоровья в секунду. Довольно полезно для многих билдов, которые основаны на здоровье. А синий голем молнии дает повышение скорости атаки и чар. И голем хаос дает нам больше снижения физического урона. То есть там на 4% мы можем снизить входящий по нам физический урон. Ну, довольно небольшой баф на самом деле. 4%. Это очень-очень-очень полезно для тех билдов, которые имеют огромное количество здоровья сами по себе. Потому что они упираются в какие-то значения, которые очень тяжело поднять выше. А здесь голем дает еще сверху 4%. То есть тем самым снижение физического урона будет намного значительнее. А у нас же брони не так много. И, соответственно, вот эти 4%, они... Ну, сейчас в данном случае 3 вообще на третьем уровне. Они нам погоды не сделают. Крит не нужен. Увеличение урона такое себе. Регенерация здоровья не особо нужна, потому что у нас сейчас энергощит. Соответственно, нам остается скорость атаки и сотворение чар. Почему бы нет? Что нам Аюн расскажет про Каома? Мы читали землю, слушали ее рассказы. Каома его воины в эти шахты за 20 лет до того... Вошли до того... За 20 лет до того, как Дешрет запечатала вход и приказала нашей Ахара стеречь гору. Но ни почвы, ни камни не говорят о возвращении Каома. Наверное, он мертв или очень хотел бы умереть. Если вспомнить Вола, и такое возможно. Диала. Диала хочет гибели зверя. Но почему? С чего бы Кошмар желать смерти Кошмара? Это интересный, но совсем не важный вопрос. Не имеет значения, почему Солнце встает и ложится спать. Главное, что оно это делает. И про Киру. Вены Киры полны крови Дешрет, а разум полн ее мыслей. Верность Киры своя Ахара достойна восхищения. О верности прошлому я так сказать не могу. Ну у нас есть квест Вечный Кошмар. Найдите машину очищения. Для этого нам нужно спуститься в шахты. Также нам квест выдаст сейчас Тасуни. Меня зовут Тасуни. Толкователь потерянных снов. Я всматриваюсь в темноту, слышу шепот черных душ и чувствую трепет сердец. Если ты ищешь просветление, найди себе факел. Если хочешь понять кошмар, я помогу тебе нащупать путь сквозь мрак. Жрец, твое святое одеяние запятнано кровью многих. Такая жертва польстит любому богу, но не тому, о котором ты думаешь. Врата открыты. Теперь я слышу ее голос так же хорошо, словно она сидит возле меня. Слова мертвой женщины поднимаются из глубин макет. Ее дух в плену, но он не порабощен. Ее пытают, но не могут сломить. Мертвую женщину зовут Дешрет. Нашей красной сихеме давно пора вернуться в пески родных Вастири. Освободи ее, и я вознагражу тебя по мере своих сил. Этот квест также находится в шахтах. Туда мы сейчас и отправимся. Заходим внутрь. Перед входом в шахты вы встретите Ника, мастера глубин. Вы можете с ним полобщаться и получить квест на сбор сульфита в своей первой шахте. Так как я другим персонажем уже проходил, соответственно здесь у меня этого квеста уже нет. Я его один раз выполнил. Заходим в шахты. Довольно темная локация, но при этом она менее запутанная, чем пещеры какие-либо в игре, потому что здесь прямые проходы под прямым углом. И здесь мы двигаемся чаще всего либо в одну сторону, либо в другую. Меняем траекторию. В данном случае это тупик. Спускаемся чуть ниже. И понимаем, что нам двигаться нужно сюда. Здесь мы встречаем шахтеров в качестве наших противников, которые обладают как милишной, так и рейнджевой атакой. Так, ну вот, собственно, они. Есть еще факельщики, которые кидают, ну, по сути, коктейль молотова. Горящий факел, который разбивается и оставляет лужу. И здесь мы встречаем первого босса этой локации, острый шип. Вот в эти зоны, которые он оставлял на полу, входить не следует. В принципе, это логично. Так, большой великан каменный. Ну и мы встречаем членов синдиката, Камерия. Он меня, кстати, очень сильно заморозил сейчас. Практически на 3 секунды. Это означает, что у меня очень слабый резист к холоду. Да, 42% всего. Здесь есть алтарь. Активируем. Нам даст больше здоровья. И увеличение области действия наших умений. И продолжаем искать проход. Шахты разделены на два подуровня. Шахты 1 и шахты 2. Соответственно, нам нужно найти выход во второй уровень шахт. Он может где угодно находиться. Здесь каких-либо рекомендаций особых нет. Поэтому просто ищем проход дальше. Ну и достаточно быстро мы его находим. Заходим внутрь. Вторые шахты это похожая локация. Ничем особенно не отличается. Те же самые противники, шахтеры. Примерно то же самое по строению уровней. Нам нужно двигаться дальше и искать выход. Ну и по давру и спешке наши приспешники двигаются уже намного-намного быстрее. Это видно невооруженным глазом. Так, ну вот рельсы, собственно, вагонетки подсказывают, что нужно идти сюда. И вот здесь вот мы уже встречаемся с еще одним типом противников. Это вот эти летуны, похожие на летающих скатов. Не наносят... А вот босс вопль пустоты. Иногда они перед собой наносят фронтальную атаку звуковой волной. Выпускают какой-то ультразвук. Не знаю, это смесь летучих мышей и каких-то духов или кого-то еще. В целом, опять же, приспешники на этом уровне непобедимы практически. Никаких шансов у боссов нет. И мы здесь встречаем еще один караван синдиката. Ларец. Убили обоих. Отлично. Открываем ларец. Камери он более ценный, поэтому повышаем ранг ему, казнив. Кораллу даст нам чуть больше разведки. Да, действительно. На втором уровне шахт есть квестовый моб, которого нужно убить. Вот мы нашли сейчас проход в кристальную жилу, но у нас есть дополнительное задание. Неукротимый дух. Найдите дух дешред. Соответственно, нам нужно его поискать, а дальше мы уже пройдем в кристальную шахту. Попробуем поискать в этой области. Квест довольно полезный, его следует делать, потому что за него вы получите в награду книгу знаний, активировав которую вы получите очко умений дополнительное, что всегда полезно. Поэтому обязательно поищем. Вот какие-то шатуны. И вот он квестовый предмет на карте видим. Тут был небольшой мини-босс, которого мы очень быстро убили. И нужно нам активировать, нажав на дух дешред. Мы ее освобождаем. И она свободна. Теперь Сосуни нам выдаст награду, соответственно. Ну, ищем проход в кристальную шахту. Там будет портал. Оттуда мы уже сможем отправиться в город. Да, правильно двигаемся вперед. И находим проход. Кристальная жила по своей раскладке и по сути это те же самые шахты. Никаких особых отличий я здесь не вижу. Только они имеют более фиолетовую гамму. Здесь какие-то встречаются кристаллы, имеющие оттенок, который в игре символизирует хаос. То есть темно-фиолетовый цвет. А по большому счету это те же самые шахты. Здесь есть шахтеры, великаны, которые бросаются камнями и трупами. И в самом конце этой локации нас ждет портал в город. Также мы уже встретим знакомого нам персонажа. Диалу. Взбиваем визгунов. И продолжаем искать проход. Видимо чуть-чуть ниже нужно. И у нас просто огромное количество камней повысило уровень. Сейчас все прокачаем. Так, впереди еще один синдикат. Но караваны нам прям везет. А здесь еще и босс-опалитель. Он сейчас умрет и взорвется после этого. Он всегда на таком возвышении находится. Будьте аккуратны. А, мы не обратили внимание. Тут еще райкер был. Но ничего страшного. Вот, опалителя, когда мы убиваем, он взрывается в области АОЕ заклинанием огненным. И если у вас очень низкий резист огню, это может быть фатальным уроном. Будьте аккуратны. Так, ну и прокачиваем все камни. Здесь камни приспешников повысили уровень свой. Что, естественно, отлично. Ну и, в принципе, даже луком с тремя гнездами, у которого два саппорта, это вызов фантомов и пронзание, то есть никаких на урон, мы уже нормально наносим урон. Это за счет увеличения урона приспешников. Находим здесь машину очищения и госпожу Диалу. В первую очередь активируем портал, для того, чтобы сюда быстро телепортироваться в дальнейшем. Знаешь ли ты, не таракан, что прими я тогда свою участь, свою отведенную роль, и зверя бы не стало. Он бы усох и сдох, исчез. Мое себелюбие лишь пощекотало зверя, и он со смехом съел мой прежний мир. Я долго жила одна и думала об этом. Сколько времени у меня было, чтобы гадать. Гадать о том, должна ли машина поглотить именно царицу Каменитов. Ведь может статься, что ее страшный голод можно утолить другим блюдом, чем-нибудь вроде глазного супа. Око ярости, око желания. Милые камни в оправе хитрого плана, только где их искать? Как в воду канули. Но на воде остаются круги. Каум был сеятелем разрушений. Сейчас он томится в плену иллюзий прямо здесь, в чертогах кошмаров. Кауму ведана только ярость, его вождя в избытке. Венциносный Доресса обречен желать. Больше, чем все остальные. Он тоже тут, лелеет свое проклятие вечного желания. Ступай, не таракан, принеси мне самоцветы. Мы скормим их машине очищения и навсегда избавимся от докучливого зверя. Чуть больше про Каума. Старый убийца. Каум вытаскивал вечных из домов по всему южному побережью. Зарубал топором, как овец, не слушая их жалобного блеяния. Прибивал у себя над входом головы женщин и детей. Герой он или злодей? Смотря кого ты об этом спросишь. Доресса. Венциносец мечей. В свое время, в мое время. Куда девается время, когда оно так нужно? Летит так, что не догонишь. Но Доресса думает, что догнал. Застыл в любви, как мошка в янтаре. Хотя с ума любовь ушла. Ну и, соответственно, мы сейчас можем отправиться в один из снов. Либо Доресса, либо Каума для продолжения. Но сначала мы сдадим квест, который нам выдал Тасуни. Получим очко умений. Активируем. Ну и давайте раскроем несколько предметов и продаладим лишний лут. Нам что-то здесь падало, насколько я помню. Нет. Никаких предметов на раскрытии не было. Ну, был неправ. Тогда просто продадим. Посмотрим, что за ремень. Немного силы, здоровья. У нас ремень лучше. Здесь мы просто коготь продаем ради цветной сферы. Львиная морда и перчатки с четырьмя гнездами соединенными. Немного ловкости, здоровья совсем чуть-чуть. Но эти перчатки практически бесполезны. Брать, точнее, капюшон. Так, можно попробовать что-то с ними сделать. Сдаем всю валюту, чтобы не мешало. Так, у нас есть голем молнии еще, которого мы никуда не вставили. Так, ну и довольно сомнительный самоцвет. Так, два предмета. Предлагаю их оба прокачать за счет низкоуровневых сущностей. Но это совсем низкого левела. 15-30 здоровья. Ну, на этом уровне нам хватит. Прокачиваем. Получаем уклонение, здоровье, регенерацию. Чуть-чуть сопротивление холода. Так себе. Так, и... Немного сопротивления огню, я думаю, нам нужно. Или молнии. Да, вот сопротивление молнии. Попробуем на перчатки. Дает ловкость, это уже хорошо. Можно смело менять. И перчатки, и голову. Здесь был красный сокет вестника чистоты. Но у нас есть... Пронзание, снаряд. Будет ли множитель пронзания действовать? На вестник. Сейчас проверим. Да, действует. Из-за этого у вестника 33% удержания маны вместо 25%. Значит, нам нужно сокет покрасить просто цветной сферой. А, у нас в луке есть еще. Отлично. То есть можно даже не думать об этом. Так. Голова и перчатки. Какие пока камни здесь использовать, я не знаю. Можно использовать элементаля. Но у меня была стрела двойник. Стрела телепорт. Ну, в принципе, да, все просто. Вставляем стрелу двойник, стрелу телепорт. Сюда же вскавим камень устарения атак. Теперь будем быстрее телепортироваться и выпускать двойника. Ну и вставляем также голема молнии, который нам будет давать чуть больше скорости. Этого пока достаточно. Продаем лишнее. Ну и у нас есть возможность, наконец-таки, использовать подношение плоти, которое будет давать повышение скорости атаки, передвижения и чар нашим приспешникам. Вставляем в свободный синий сокет. И отправляемся обратно в кристальную жилу. Вот оно, подношение плоти. Герой поглощает труп, временно ускоряя своих приспешников. Умение поглощает и другие, оказавшиеся рядом трупы, продлевая действия с каждым использованным трупом. Дает очень много скорости атаки, передвижения и перемещения миньонам, Так как у нас есть вот это ключевое умение, то повышение, снижение скорости атаки будет действовать и на нас, по крайней мере должно. Если я правильно понимаю, как это работает. Ну, проверим уже чуть позже в деле. Можно будет просто замерить. Есть три очка, которые мы можем вложить для прокачки. Соответственно, здесь мы можем двигаться дальше, по дереву, вот сюда, сюда. И возьмем еще немножко здоровья и энергетического щита. Здесь комбинированно. Эти поинты дают и здоровье, и энергощит. Мы используем и то, и то сейчас. Поэтому это полезно в любом случае. Чаще всего я прохожу сначала сон Доресия, Дореса, да? А затем уже Каома. Потому что у Дореса немного проще и быстрее пройти его локации. Они более линейные и простые в своей раскладке. Поэтому бежим сначала сюда. Представляют эти локации бойцовые ямы. Это первая локация, в которых изначально сам Дореса сражался. Он был гладиатором в империи. Соответственно, здесь мы сталкиваемся с его воспоминаниями. Как он в юности сначала дрался в этих бойцовских ямах. Ну и вот здесь нам встречаются новые противники. Вот эти вот петухи. Которые бывают либо милишными, либо из луков могут стрелять. В то же. Так, у нас ни одной сферы нет. Чтобы бафнуть ларец ремесленника. Все выложили, но ничего страшного. Получили гадальную карту мастер-ремесленник. 5 штук сложишь. И можно обменять на 20 единиц какой-то валюты, повышающей качество. В лучшем случае это могут быть призмы камнереза. Которые позволят нам повысить качество камней. Но это, конечно, очень редко будет прокать. Ну и вот, собственно, мы попали в бойцовскую яму. Работает таким образом, что входы закрываются. И постепенно выпускаются новые волны врагов. Когда мы зачистим все волны, мы можем пройти дальше. Так, вот. Мы здесь будем убивать поэтапно львов. Вот этих вот куриц. Отлично. Я в этом плане обожаю игру. Потому что нам закрыли проход в следующий зал. А караван уже уехал. Соответственно, мы не можем пройти. Вот здесь много трупов. Мы можем использовать подношение. Вот я его активировал. И, соответственно, получили баф. Единственное, мы сейчас еще проверим, действует ли оно на нас. Да, по-моему, действовало. Так, 928 единиц урона. Делаем подношение. А, нет, не действует. Не работает. Только на приспешников. Хорошо. Ну, иначе, судя по всему, это было бы слишком жирно. Караван еще едет до сих пор. Он уже заезжает, да. То есть, они тут по кругу катались, как трамвай. И все-таки уехали. Мы продолжаем искать выход. Впереди алтарь. Избираем. Попадаем в еще одну бойцовскую яму. Активируем подношение. Все зачистили. Хорошо. И отправляемся выше. Тут чаще всего проход всегда в верхней зоне находится. Мы попадаем в финальную бойцовскую яму, в которой находится вот этот мини-босс. Гавул. Если у вас не очень много урона, то он может представлять опасность, если долго живет. Но наши приспешники всю грязную работу сделали. И открылся выход из этой локации. Дорисиев нас поздравляет. Говорит, что мы проявляем какие-то задатки чемпиона. И мы проходим в следующую связанную локацию. Это Великая Арена. Здесь есть портал, который мы можем активировать. И в дальнейшем телепортироваться напрямую сюда. И здесь уже Великая Арена немного по-другому выглядит и работает. Есть переходы между связанными аренами. В этих переходах на нас нападают статуи ожившие. Их можно просто игнорировать и переходить в соединенные локации. В этих локациях мы можем двигаться дальше. В соседнюю. При этом не обязательно даже убивать противников. Вот здесь в данном случае это баг был. То есть нам игра показывала, что там есть выход. На самом деле его не было. Это значит, что нам нужно вернуться назад. И пробежать в другой проход. В другую арену. Эти статуи можно игнорировать. На самих аренах мы сталкиваемся с гладиаторами здесь. Помимо этого есть еще собаки, которые выбегают из ям. Но они выбегают только в случае, когда мы приближаемся. То есть вот мы подходим. Открывается яма. И мы можем их вынести. То есть в принципе можно их пропускать, игнорировать. Вот проход в следующую локацию. Ну не локацию, а следующий рукав соединяющий. Здесь опять же выход мы можем идти либо туда, либо туда. В 13 лет я брал в руки разделочный нож и шел убивать зверей на потеху презренной толпы. В 15 меня сочли достойным поднять руку на человека. Мой враг оказался настоящим мясником. Он был вдвое больше и тупее меня. Я забил его как скотину, а следом убил многих ему подобных. Так, труп за трупом, я прорубил себе путь из вонючей ямы на великую арену. Там я надеялся обрести славу и богатство. Какая мелочь. Арена дала мне куда более ценный приз. Мою госпожу Мервейл. Так, здесь тупик. И проход на следующую арену. Здесь дух льда что-то делает. Гладиаторы. Опять собаки в ямах. И здесь же находится синдикат. Так, еще один караваль. Активируем подношение. Ну, здесь члены синдиката, конечно, очень мощные. То есть, если сравнивать с обычными противниками, они очень-очень долго живут. Дольше, чем некоторые боссы в игре. Так, это гав. Гав не очень нам нужен. Бафаем камерию до трех звезд. Намного полезнее. Так, гав нам позволяет уничтожить все предметы членов синдиката в перевозке. Это очень-очень хорошо, потому что у них, например, у камерии уже есть три предмета, дающие ему скорость атаки, увеличение призыв к окаменевшей статуе и снижение получаемого физического урона. Соответственно, мы сейчас нажимаем договориться с гавом, и все эти предметы уничтожаются у всех членов этого подразделения. То есть, они становятся намного слабее. Естественно, это приятно. Так, и мы можем пройти в соседнюю локацию. Разберемся с этими статуями. Так, и табличка. Я опустился на песок Великой Арены в ожидании последнего удара. Поднял глаза, чтобы встретить взглядом свою смерть, но вместо этого увидел чудо. Мервейл. Ее прекрасные глаза смотрели на меня. Наши взгляды встретились. Тогда я перехватил руку противника и убил врага его собственным кинжалом. Раньше схватка была лишь вопросом выживания. Животный инстинкт твердил. Убей или убьют тебя. Но теперь смыслом сражения стало нечто иное. Любовь. Так, ну и вот мы прошли в последнюю локацию арены. Здесь есть три мини-босса. Так, первого мы убили. Вот второй. И третий. Тоже довольно быстро расправились. После этого мы можем спокойно отправляться дальше в проход. Поднимаем уровень камней. И нам остается вступить в схватку с самим Дореса. Со всеми противниками в этой локации мы разобрались. Так, у нас почему-то все это время вестник чистоты был отключен. Да, моя вина. Прошлый венциносис мечей был настоящим гигантом. По скорости и силе мне было до него далеко. Казалось, одолеть его невозможно. Но один лишь взгляд на мою госпожу Мервейл, и я понял. Выбора нет. Я просто не мог погибнуть в этот день. Я бил так, что каждый раз враг содрогался. Вкладывал в удары всю силу, хотя руки ныли от напряжения. В то же время я наблюдал за его лицом, ждал хотя бы тени сомнения. Так прошел час. Наконец, мой противник замешкался. Я был опустошен и умирал от боли, но ринулся вперед под дрогнувшую руку врага. И перерубил великану горло. Я не смог даже поклониться публике, потому что рухнул на песок. Но я уже нашел глазами мою госпожу Мервейл и крикнул, что прошу ее стать моей женой. С того самого дня я ношу венец мечей на голове и кольцо вечной любви на пальце. И мы выходим на арену клинков и встречаемся непосредственно с самим Доресом. Веценосом мечей. Довольно неприятный босс для неподготовленного игрока. Особенно неприятен он будет на высокоуровневых картах, когда мы встретимся с ним еще раз. Он имеет несколько типов атак. Самое опасное это вот это вот, когда он вызывает статую. И после этого эти статуи смещаются в центр и наносят очень высокий урон. Также он имеет вот эту разрубающую фронтальную атаку, которая наносит очень много физического урона. Вот эти клинки, которые вращаются, они наносят урон в области, поэтому тоже не стоит стоять в этой области. И периодически он получает неуязвимость, с помощью которой он чуть больше может жить. Ну и вот в целом он уже трех зомби выкосил своими физатаками. Остался только один живых. Хотя у зомби сейчас есть уже камни поддержки и увеличение здоровья. То есть настолько высокий урон Дореса наносит. Подбираем око желания. Нам выпал уникальный предмет колчан огненных стрел. Довольно ценный колчан. На него есть пророчество, которое позволяет этот колчан сделать еще ценнее. После того, как мы убили Дореса, мы можем телепортироваться в македы. Но в самих македах нам особо делать нечего. Мы можем отправиться обратно в кристальную жилу. И отдать око желания Диале. Тебе пришлось ломать мертвые пальцы Дореса, чтобы забрать его желание. Или, надо сказать, не мертвые. Или ожившие. Его по смерти отголосок жизни или смерть с привилегиями. Если Дореса давно мертв, он не может быть сражен тобой. Здесь все неоднозначно. Но это совсем не относится к делу. Око ярости. Нам все еще нужен другой камень. Вступай и успокой яростного Каома. Ну и собственно мы входим теперь в сон Каома. Сон Каома довольно неприятная в плане прохождения локация. Она намного более запутаннее, чем сон Дореса. Представляет собой лавовую местность с потоками лавы. Это жерло вулкана, по всей видимости. Останки каких-то ископаемых. Здесь мы встречаем противников в виде тотемов. Которые кучкой разбросаны и имеют рейнджевую атаку. Сами эти тотемы не очень опасны. Но встречаются несколько видов этих тотемов, которые наносят серьезный урон. Также здесь мы встречаем огненных псов. Которые быстро перемещаются и оставляют огненный след. Который поджигает огненных великанов. Которые в основном неприятны тем, что имеют много защиты и здоровья. И встречаем вот этих Хараканго. Это черви, которые вылазят из-под земли. И атакуют нас. Они в основном раздражают тем, что по таймингу спускаются под землю. Их надо либо быстро убивать. Либо приходится несколько раз, в несколько фаз их уничтожать. Общая рекомендация по прохождению этой локации. Двигайтесь всегда вверх и налево. Причем, если вы видите вот такое возвышение, значит нужно его огибать. Причем очень долго иногда это длится. Можно бежать долго, либо направо, либо налево. Каким-либо образом перепрыгнуть его невозможно. То есть стрела-телепорт вам здесь не поможет. Даже несмотря на то, что она усилена сейчас камнем поддержки, ускорение атак. Теперь у меня персонаж намного-намного быстрее прыгает вперед. Так, ну и вот здесь как раз-таки мы долго движемся вниз. Сейчас, казалось бы, мы чуть ли не возвращаемся назад. Лишь бы обогнуть препятствия в виде вот этой непроходимой стены. Да, и придется еще чуть-чуть назад отойти. Настолько здесь долгие переходы. А нам надо зомби вызвать. Потому что, да, я совсем забыл, что нас их лишили. Ну вот из этих тотемов зомби не призвать. Их можно призвать из змей. Так, у нас их четыре. Все, отлично. Можно двигаться дальше. Зомби призываются из трупов, а трупы оставляют не все враги. Какие-то элементальные типы врагов трупы не оставляют. В основном трупы есть после гуманоидов. Либо каких-то зверей. Траканга тоже трупы не оставляют после себя. Еще немного великанов. И мы находим полустертое послание, которое мы раньше встречали в первом акте. И здесь мы узнаем продолжение истории Каома. Мы прошли по костям слуг Китавы. Из пяти сотен моих воинов не погиб ни один. Кровь предков бежала по нашим венам. Каждый из мужчин хранил на коже знак Тукахамы. Мы проникли в сердце Рекласты. И там меня встретил он, Тукахама. Он попросил меня о жертве, и я с радостью согласился. Мой топор опустился пять сотен раз. Его нефритовое лезвие омылось в крови Коруи. Тукахама был доволен. Так, и вот, собственно, чуть ниже мы видим проход дальше. Наконец мы сможем подняться на это возвышение. Сверху периодически пахдывают метеориты. Наносят довольно существенный урон от огня. И оставляют на своем месте элементарии огня, которые тоже дамажат. Не очень приятно. Так, здесь член Синдиката, а это очередной караван. Сам караван движется вниз, по всей видимости, да. Так, это Райкер. Сейчас мы с ним должны справиться, да. И еще один член Синдиката. Лео. Так, Лео нам может дать чуть больше информации. Посмотрим, что Райкер предложит. Нет, у Лео лучше выбор. Так, и Райкер удаляет соперничество. Все красные нити были удалены с этого полотна. Ну и вот здесь мы встречаемся с боссом этой локации. Один из самых неприятных боссов, наверное. Это Язык Пламени. Сеть тотемов, каждый из которых плюется огнем. Если вы не обладаете очень высоким уроном, то будете долго убивать. И, скорее всего, он убьет вас раньше. По большей части я советую игнорировать этого мини-босса. Просто бегите вперед. Вообще не обращайте никакого внимания. Если это первый ваш персонаж и вы слабо одеты, то не стоит связываться в драку. Но вот у меня за счет приспешников я смог его поразить и продвинуться дальше в крепость Каома. Соединенную локацию. То есть мы добежали до промежуточной второй локации во сне Каома. Здесь есть портал по аналогии с Доресса. И в конце этой локации мы встретимся с самим Каомом. Здесь же мы встречаем избранников и сестер. Это духи Коруи. Судя по всему, как раз-таки те 500, которых Каом сразил в жертву. Они имеют много кастов различных. Огненные ливни, стрелы, льда. Давайте послушаем. Вечные открыли ворота и призвали в мир Китаву. Платить за это пришлось Коруи. Китава перекрыл нам путь к предкам, поднял упоминаемых и сделал их своими слугами. Он мучил нас во сне. Китава погубил путь Коруи. Но я избран, чтобы найти новый путь. Я собираю войско, чтобы сразиться с Китавой. Я сын Тукахамы и поведу Коруи к былой славе. Общая рекомендация по прохождению здесь... Кстати, вот здесь новые типы тотемов появляются, которые пропускают заряд между собой. Здесь вам также нужно двигаться постоянно вверх и налево. Нужно искать подъем. В данном случае это тупик. Нужно пройти немного дальше. Погибая скалы. Ну и бежим, да. Можно особо не обращать внимания на противников. Убиваю самых неприятных из них. Так, ларец. И синдикат. Очередной караван. Уже сколько? Шесть или семь или восемь подряд. Огромное количество. Зато вот лабораторий мы и синдиката очень давно в игре не встречали уже. Как и укрытие. Как и не странно. Хотя укрытие наиболее часто встречаемое еще. Типа. Субъективное. Хотя может и перевозка чаще должна быть. Так, уничтожили всех противников. Что приятно, избранники Каума оставляют после себя трупы. Поэтому нам проще бафать приспешников. Повышаем уровень камней. И впереди у нас финальный последний из камней с посланием об истории Каума. Давайте ознакомимся. Зараза проникает в тебя, как только ты ступаешь на землю Реклоста. Китава напоил этот край своим ядом. Я выбью порчу из ваших костей. Пролью вашу черную кровь на священную землю. Братья и сестры, я удостою вас смерти воина. Ваши духи будут сражаться возле меня в последнем бою с Китавой. Вы отправитесь служить Тукахаме. Вы оставите о себе добрую память. Безумие поглотило Каума. И сейчас нам предстоится с ним сразиться в его кратере. Перед этим вложим еще несколько очков умений. Подняв уровень здоровья и энергетического щита. А теперь суммарно больше 1000. 1262. Но, кстати, это хорошо. Для этого уровня неплохо. И вот он Каум. Тоже достаточно неприятный босс. В том плане, что здесь много-много неконтролируемого урона. Точнее, контролируемого, но слабо. Потому что здесь нужно очень много двигаться. И не получать урон от вот этих огненных всплесков лавы. Желательно иметь перед этим боем, если вы особенно играете на хардкоре, 75% сопротивления огню. Иначе вам будет нелегко. Ну и камнем портала возвращаемся в македы. Мы получили квастовый предмет. Телепортируемся в кристальную жилу и отдавать в идеале будем его для активации машины очищения. Ярости желания в одной корзинке. Два милых котенка. И глазки сверкают, отражая сон загубленных душ. Малахай сотворил камни. Как они прекрасные. Адес же разделался с душами. По-своему, не менее прекрасно. Моя маленькая машинка, пора обедать. Ты когда-нибудь видел конец света, мой царь? Спросила чернейшая обезьяна. Нет, не видел, ответил царь обезьян. Вот почему я повсюду пойду за тобой и буду с тобой всегда, мой царь, ответила чернейшая обезьяна. И голос ее был теплым и приветливым, как самая смерть. Не таракан, ты знаешь, чьи это строки? Их написал народный поэт Викторио Нивалий, родом из Сарна. Он был мне предан и был предан мной. Я взяла его любовь и спалила у него на глазах. Теперь я в его шкуре. Мое сердце выжжено дотла единственным, кого я любила. Малахай. Он нашел себе новое оруль, новое сердце. Сердце зверя окутывает моего милого, согревает его, бережет до конца времен. Пора напомнить Малахаю о его предательстве. Сегодня его очередь сгореть. Ну вот, Диала активировала машину очищения и открыла тем самым проход в брюхо зверя. Постройство Малахая, его творение. Он любил их. Все до единого. Но не меня. Он меня предал. Сказал, что любит, а потом добавил, что я должна умереть. Теперь он снова меня предает. Заставляет страдать. Чахнуть. Усыхать. Малахай, неужели я твоя единственная ошибка? Да. Ошибка по имени Диала. Царица Каменитов. Разочарование Малахая. Не таракан. Заставь его сожалеть о своей ошибке. Воткнись в черное сердце зверя. Вырежем Малахая из его мерзкой кошмарной утробы. Бей его. Кусай. Дави. Отправь небытие. Он не заслужил лучшей доли. А я худший. Нелюбимо. 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 Ну и собственно. Тем самым мы закрыли квест. Для получения новых камней умений. Можем отправиться в лагерь в Македы. И поговорить с Айун. А здесь точнее с Диалой надо пообщаться. Она уже в лагере. И с ней собственно произошли метаморфозы. Она постарела и зачахла. Что это блестит в твоих глазах? Мерцает так мягко. Это жалость? Спрячь эту жалость, пока я не выцарапал ее у тебя из глаз. Сейчас мне хочется только одного, чтобы Малахай умер. Вот, возьми. Я отдала ему все. Юности, красоту, тело и разум. Своё сердце. Он же. Все, что он дал мне взамен, это сила камней. У меня остались только они. Не таракан. Я доверяю свое наследие тебе. Любимый научил меня никому не верить. Пора забыть все, чему учил меня Малахай. И в награду мы получаем несколько камней умений. И камни умений эти довольно сильные и часто используемые игроками. Здесь мы получаем много дополнительных снарядов. Используется очень во многих билдах. Град ударов. Опять же, в милишных билдах очень часто можно встретить. Эхо магии для кастеров. Множество тотемов для тех, кто играет через тотемы. Цепь для цепи молнии и других подобных заклинаний. Расширенная область действия тоже часто используется. Ну и вот один единственный редко используемый камень. Это распространение поджога. Возможно, он недооценен. Используется билдами, чей урон основан исключительно на поджоге. Там он играет довольно интересную роль. Здесь в награду мы можем взять любой камень. Особо какой-то отдельный нам не нужен здесь. Ну, давайте возьмем много дополнительных снарядов. После этого также мы можем непосредственно у торговца приобрести новые виды камней. Они появились в ассортименте. Торговец, который продает камни, это тут точнее даже два инписи. Это Питарус и Ваня. Давайте пообщаемся. Святой Отец, выразить не могу, как приятно встретить человека, искренне готовый вернуть орден на свой путь. Питарус, Бога ради. Я уже навидалась, как во имя веры он творил грязные дела. Их творили другие, вещали от имени Господа, но думали только о себе. Успокойся. Тут диалог двух влюбленных. Соответственно, мы можем обратиться с покупкой к этому инписи. И во второй вкладке приобретим новые камни умений. В том числе камни триггеры, на основе которых можно строить свои билды. Опять же, мы можем купить големов, если мы хотим выбрать какого-то другого голема. Призыв к бессмертию камень, тоже часто используемый. Ну и еще несколько камней умений, довольно интересных, поэтому можно пользоваться. Но сейчас в данный момент какой-то конкретный камень из ассортимента нам не нужен, поэтому можно просто проигнорировать. Ну и что-то Кира нам хочет сказать. Дрешред возвеличилась, но как и все мои, вернулась в пески в Астире. Пора бесчестия красной сихемы прошла. Ты не из наших, но я буду вечно тебе благодарна. Суть чести не в том, удалось ли совершить поступок. Суть в том, как его совершили. Что скажут о маракетах, которым запретили участвовать. Что скажут о Баюн, ее вере в родную кровь и нашу честь. Ну и давайте поговорим с Кирой насчет шахт. Знамя Дешред развивалась на ветру у входа в шахты. Голодная тьма манит к себе и ждет поживу. Наша красная сихема не просто так запечатала ворота. Они не только сдерживали зверя, но и сохраняли жизнь дуракам, готовым потревожить дремлющее зло. Пришел твой черед идти на корм темноте. Надеюсь, зверь не заметит твоего прихода. Диала За что царица Каменитов отдала свое подобие жизни? Чтобы ранить и разбудить зверя, которого следовало убить во сне. Путь Диалы приведет нас к катаклизму. Отныне следуй только собственным путем. Торговля Аюн приказала тебе помочь предложить товар на продажу. Я рисковала многим, чтобы собрать оружие и доспехи для Ахара. Я пробиралась к границам владений Воллы и в Мертвый Город. Посмотрим, какую цену ты сможешь предложить взамен. Вол За долгие годы от рук Волла и его легиона пали сотни наших Дехара. Они умерли за свою Ахара. Теперь Волл сгинул, убит пришлым. Изгнанник, купайся в лучах славы, пока я воздаю почести мертвым. Питарус Иваня Приветствую силу извне, мы слабеем изнутри. Сперва были Питарус и Ваня. Теперь еще ты. Как мало верит Аюн в нас, и собственную Ахара, если так рада, всяким изгнанникам и черным стражам. Аюн Аюн моя сихема, что значит командир. Я Дехара, что есть воин. Я защищаю эту Ахара так, как мне говорит Аюн. Правда ли Аюн знает, что лучше для нашего племени? Об этом мне не судить. Ну и давайте продадим все лишнее. Можно продать Колчан Огненных Стрел. Он не особо нам нужен, но мы получим сферы Осколки Алхимии, что всегда полезно. Амулет довольно бесполезный для нас. Цветная сфера. Ну и все. Сдадим все в тайник. Несколько камней. Ну и дополнительные снаряды. Ну пускай будут. Так, хорошо. А у нас теперь есть квест на убийство зверя. Мы должны спуститься в брюхо зверя, сразиться там непосредственно с самим Малахаем. Это мы будем делать уже в следующий раз, в следующем ролике. Спасибо большое вам за просмотр. Всего вам доброго. С вами был Кардив. Увидимся. Продолжение следует.